бывало ли у вас такое что листая instagram среди обычных фото вы натыкались на вот такие вот 3d фотографии и вы наверное думали что это довольно сложно и непонятно в этом видео я подробно объясню как получить такой результат и вы убедитесь что это совсем не сложно и не займет у вас много времени поехали в общем мы выбрали локацию вот это вот заброшенное здание выглядит достаточно интересно туристично будем пробовать снять у меня в руках canon rp я взял линзу 50 миллиметров чтобы сделать достаточно портретную фотографию но при этом захватить побольше информации в кадре мне нравится как выглядит вот эта локация именно вот этот подъем мы сейчас установим здесь модель выберем ракурс и постараемся сделать основные шоты для нашей 3d фотографии я прошу модель выбрать позу и стоять неподвижно то же время делаю несколько снимков со смещением справа налево или наоборот каждый раз фокусируюсь по новой советую делать не менее четырех фото но и не более десяти от этого зависит плавность анимации то же самое повторяю несколько раз в нескольких позах и ракурсах чтобы иметь больше материала и выбрать самый интересный сет для обработки на этом фото часть закончена переходим photoshop я уже подготовил один из этих сетов предварительно обработал фотографии и сделал одинаковую цветокоррекцию если интересно как я быстро обрабатываю фотографии пишите в комментариях запишем отдельное видео об этом я выбрал сет из 7 снимков переходим непосредственно photoshop для того чтобы сразу загрузить все фотографии переходим файл опускаемся ниже в сценарий здесь выбираем загрузить файлы здесь нажимаем обзор выбираем папку где находятся все наши фотографии выделяем их нажимаем ok видим что у нас появились все добавленные файлы нажимаем еще раз ok таким образом мы получили 7 стоял с разными фото в одной рабочей среде нажимая на иконку глаза скрываем все слои кроме первых двух выделяем верхний из этих двух уменьшаем непрозрачность примерно до 30 процентов приближаемся к картинке смотрим на глаза берем инструмент перетаскивания и стараемся выровнять картинку по одному или двум глазам после чего скрываем нижний слой на слое номер два восстанавливаем непрозрачность до 100 процентов открываем третий слой и на нем понижаем непрозрачность до 30 процентов как ранее инструментом перетаскивания опять выравниваем картинку по глазам повторяем данную процедуру с каждым кадром выше а Продолжение следует... Зажимая кнопку Alt и кликая на иконку глаза, мы можем открывать конкретно один нужный нам слой. Проверяем, что у нас получилось. Дальше переходим в окно, опускаемся ниже, нажимаем на шкала времени. Создаем новую шкалу времени. В левом нижнем углу кликаем на иконочку с тремя квадратиками. Дальше под фотографией нажимаем на стрелочку и выбираем другое. Здесь указываем от 0,1 до 0,5. Я укажу 0,1. Теперь нам нужно добавить количество кадров в нужной нам анимации. Для этого мы сначала определяем, сколько кадров нам нужно. Пересчитываем наши фотографии снизу вверх и потом обратно сверху вниз до предпоследней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Значит нам нужно сделать 12 кадров. Добавляем 12 кадров. Над каждой иконкой мы видим значок кадра. Выбираем первый кадр, зажимая кнопку Alt, кликаем на иконку глаза над первым кадром. Дальше выбираем второй кадр, зажатым Alt кликаем над вторым. Такую процедуру проделываем с каждым последующим кадром. После того, как мы присвоили каждому кадру один видимый слой, мы можем проверить, как наша анимация будет выглядеть. Для этого нажимаем на значок Play. Видим, что все работает правильно. Но также из-за сдвига каждого кадра мы видим пустоты по краям, которые нужно обрезать. Для этого кликаем на первый кадр, выбираем значок кадрирования. Выбираем наше разрешение, например, 4 к 5. Это размер для инстаграма. И выбираем размер нашего кадра так, чтобы не было пустых полосок по краям. Проверяем работу. Видим, что все получилось отлично. Теперь нам нужно экспортировать этот файл. Заходим в иконку файл, экспортировать и спускаемся ниже экспорт видео. Называем файл, выбираем локацию, куда он будет сохранен. И меняем настройки разрешения. Для инстаграма это 1080 на 1350. Нажимаем рендеринг. Заходим в папку, увидим, что наше видео отрендерилось. Проверяем его. Все отлично, но оно воспроизводится только один раз. Для того, чтобы сделать его зацикленным, нам нужно открыть любой видеоредактор. Я буду использовать DaVinci Resolve, но вы можете это сделать абсолютно в любом редакторе, даже на телефоне. Создаю новый проект. Называю. Создаю новую таймлайн. Убираю галочку. Выбираю формат. Меняю разрешение. 1080 на 1350. Нажимаю создать. Перетаскиваю мое видео на таймлайн. И дублирую его столько раз, сколько мне нужно. Проверяю, как работает. Перехожу на вкладку экспорт. Пишу название, выбираю локацию, куда сохранять. Смотрю на разрешение. Нажимаю добавить в рендер. Делаю рендер. Проверяю видео в папке. Мы получили наше новое зацикленное видео. Проверяем. Видим, что все отлично работает. Осталось только залить его в инстаграм. Но это уже вы сами. На этом все. Больше подобных видео у меня на канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока.